Какой кишлак? Я родился здесь, я гражданин Российской Федерации. Показать паспорт тебе? Да не видно по тебе, что беды. Какая рождация? Причем здесь нация вообще-то в принципе? Вот у меня паспорт, гражданин Российской Федерации. Смотрите, как общается, женщина. В Курской области мигрант приперся со своим ребенком на прием в больницу и пролез в процедурный кабинет вне очереди, чем спровоцировал конфликт с медсестрой. Та уже в словах себя не ограничивала, выдала мигранту все, что на душе копилось многие годы. Инцидент в инфекционном отделении одной из больниц Курской области стал символом напряженных отношений между местным населением и мигрантами, пытающимися интегрироваться в российское общество. То, что началось как рядовой визит в медучреждение, переросло в конфликт, высветивший накопившиеся годами проблемы. Дверь больницы распахнулась так резко, что охранник вздрогнул. В помещение вошел мужчина с ребенком на руках, размахивая новеньким российским паспортом. На вид ему было около сорока. Его гордый взгляд и громкий голос сразу привлекли внимание. «Я гражданин России, а значит требую к себе уважения», – с порога объявил он, словно генерал перед солдатами. Мигрант, недавно получивший российское гражданство, пришел на прием с ребенком. Казалось бы, стандартная ситуация – больница, пациенты, очередь. Однако с первых минут мужчина повел себя так, что к нему мгновенно было приковано внимание. В руках у него был российский паспорт, который он демонстрировал каждому, кого встречал, словно подтверждая свою принадлежность к новой стране. «Вы слышали? Я теперь россиянин, а раз так, то меня должны принимать без очереди». Некоторые пациенты переглянулись, но никто не решился возразить. Тем временем новоиспеченный гражданин подошел к регистратуре. «Мне срочно нужен врач. Мой сын заболел. И давайте без ваших талонов». Молодая регистраторша вежливо попыталась объяснить правила. «Прием строго по талонам. Вы можете записаться или подождать своей очереди». Но мужчина словно не слышал ее слов. «Я вам не какой-то там гастарбайтер. Я россиянин. Вы обязаны меня принять первым». В этот момент шум в коридоре достиг своего пика. Несколько пациентов начали возмущаться. «Все здесь ждут в очереди», – раздался голос из толпы. «Если такой умный, записался бы заранее». Но мужчину это не смутило. Он громко обвинил больницу в дискриминации, заявив, что его права, как гражданина России, нарушаются. Вместо того, чтобы спокойно дождаться своей очереди, мужчина решил, что его статус позволяет ему действовать иначе. Подойдя к окну регистратуры, он потребовал немедленного приема, утверждая, что ему полагается особое отношение как к гражданину России. Его громкий голос эхом разносился по коридору, вызывая недоумение у пациентов, которые уже долгое время ждали своей очереди. Попытки регистраторов объяснить порядок приема натолкнулись на стену непонимания. Мужчина все более раздражался, уверяя всех вокруг, что он не намерен терпеть пренебрежение. Но это был лишь пролог к основному конфликту, который разразился через несколько минут. Когда мужчина понял, что его требование немедленного обслуживания остается без ответа, он принял решение обойти очередь самостоятельно. Дождавшись момента, когда медсестра покинула процедурный кабинет, он быстро завел туда своего ребенка. Однако его действия не остались незамеченными. Старшая медсестра, которая как раз возвращалась в кабинет, увидела, как мужчина без разрешения усаживает ребенка в кресло для осмотра. Для нее, привыкшей к строгому соблюдению правил, это стало настоящим вызовом. Она попросила мужчину выйти и занять место в очереди. Однако вместо извинений мужчина отреагировал агрессивно. Его голос вновь зазвучал на весь коридор. Он обвинял медперсонал в пренебрежении и дискриминации, даже намекал на национальную ненависть. В какой-то момент он перешел на личности, упоминая, что его гражданский статус делает его равным, а значит и заслуживающим уважения. Медсестра, привыкшая к напряженным ситуациям, все же не смогла сдержать эмоций. Она прямо высказала мужчине все, что накопилось у нее на душе за долгие годы работы. Ее слова, возможно, звучали жестко, но отразили мнение многих, кто сталкивался с подобным поведением. Скандал достиг своего апогея, когда мужчина попытался снова проникнуть в кабинет, несмотря на предупреждение. Медсестра пригрозила вызвать охрану, если он немедленно не успокоится. Лишь после этого мужчина, бурча себе под нос об унижении, покинул кабинет и занял место в очереди. Пациенты, наблюдавшие за происходящим, поддержали действия медсестры. Кто-то тихо кивал в знак одобрения, кто-то даже аплодировал. В воздухе витало напряжение, смешанное с чувством облегчения. Наконец-то кто-то осмелился поставить нарушителя на место. Новость о произошедшем быстро разлетелась по местным телеграм-каналам и социальным сетям. Комментарии разделились на два лагеря. Одни выражали поддержку медсестре, заявляя, что порядок и уважение к правилам должны быть едиными для всех. Другие же, напротив, видели в ее словах проявление нетерпимости и национальной ненависти. На инцидент обратили внимание и местные власти. Глава регионального Минздрава заявил, что поведение пациента недопустимо, но подчеркнул, что медперсонал должен сохранять профессионализм в любых ситуациях. Тем временем прокуратура начала проверку, чтобы оценить законность действий всех сторон. Этот случай – не просто бытовой инцидент. Он отразил более широкую проблему адаптации мигрантов в российском обществе. Получив гражданство, некоторые из них ошибочно полагают, что вместе с этим приобретают неограниченные права, забывая об обязанностях и правилах. Для местных жителей такие ситуации становятся символом того, что мигранты не стремятся интегрироваться, а напротив, часто демонстрируют пренебрежение к местным традициям и нормам поведения. Это создает напряженность, которая находит выход в подобных конфликтах. Медсестра в данной ситуации стала своего рода рупором народного недовольства. Ее слова, возможно, звучали резко, но они нашли отклик у многих. Люди устали терпеть нарушения правил, устали чувствовать себя ущемленными на своей же земле. Конфликт в Курской области вскрыл проблемы, которые уже давно назрели в обществе. Таких вот рассерженных людей будет становиться все больше, подобные настроения будут все больше распространяться среди коренных россиян, вне зависимости от их образования, статуса, пола или возраста. Просто потому, что милостью чиновников местные чувствуют себя на своей же собственной земле загнанными, а потому число таких эксцессов в ближайшем будущем будет исчисляться не тысячами и даже не десятками тысяч. И никакие посадки это не исправят, всех не пересадят, а любые попытки оных будут использованы для еще большей раскрутки настроений. Медсестра, оказавшаяся в эпицентре этого инцидента, стала символом того, что терпение людей не безгранично. Ее поступок, возможно, стал первым звоночком к тому, что пора менять подходы к работе с мигрантами, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Негативное отношение к мигрантам имеет под собой основание. Зачастую их поведение носит провокационный характер, они нарушают установленные нормы и законы. Опросы показывают, что они не стремятся жить по российским правилам. Примеры правонарушений с участием мигрантов встречаются повсеместно. Вот лишь несколько недавних инцидентов. В Тверской области мигрант обворовал двух водителей, заснувших в кабине своего грузовика во время вынужденной остановки для замены колеса. Проснувшись, они заметили пропажу смартфонов на общую сумму около 100 тысяч рублей. Подозреваемых быстро обнаружили и арестовали. Они признались, что планировали сбыть похищенные. Суд постановил выдворить из России группу узбеков, устроивших массовую потасовку в Туапсе. Инцидент произошел возле развлекательного центра, где 15 мигрантов, предположительно находившихся под воздействием наркотических веществ, затеяли драку. В Батайске дети мигрантов позволяют себе угрожать учителям и ученикам. На Урале мигрант публично оскорбил чемпионку UFC, а в Подмосковье группа мигрантов избила и переехала трактором Героя России. Исследование, проведенное Федеральным агентством по делам национальностей, выявило, что практически половина мигрантов, прибывших в Россию, не склонны соблюдать российское законодательство. Более 43% респондентов заявили о приоритете шариата, а 44% о приверженности традициям и нормам своей страны, при этом российские общественные устои ими игнорируются. Приблизительно 25% опрошенных готовы отстаивать право жить по своим правилам путем участия в митингах и акциях протеста. «Мы наблюдаем в социальных сетях и в реальной жизни ситуации, когда приезжие пытаются диктовать нам, как следует вести себя на нашей собственной земле», подчеркнул губернатор Калужской области Владислав Шапша. Политик сообщил о введении в регионе дополнительных ограничений на трудовую деятельность мигрантов в ряде сфер. В Калужской области им запрещено заниматься торговлей, пассажирскими перевозками, работать в сфере общественного питания и кадрового подбора. Эти ограничения были введены после того, как глава региона без предварительного уведомления посетил один из многофункциональных миграционных центров и попытался пообщаться с его посетителями. Выяснилось, что, несмотря на наличие соответствующего сертификата, они не владеют русским языком. Он абсолютно не понимал моих вопросов. «По-русски ни слова», – с негодованием отметил политик.